Уверяю вас, что эта информация не совсем соответствует действительности. И отток россиян был действительно катастрофичный в 90-е годы. Начиная с середины нулевых, наметилась обратная тенденция. То есть количество граждан, которые выезжают из страны Запада, становится меньше, а количество граждан, которые возвращаются из стран Запада в Россию, постоянно увеличивается. Это раз. Второе. В целом по количеству мигрантов Россия занимает второе место в мире. То есть количество людей, въезжающих в нашу страну, колоссальное. И в этом смысле только Соединенные Штаты являются лидерами. Конечно, есть тенденция последнего года, связанная с мигрантами, въехавшими в Евросоюз. Но в целом, если мы убираем вот эту специфическую очень ситуацию, то Россия одна из наиболее привлекательных в миграционном отношении стран, в которые стремятся приехать люди из других регионов в очень большом количестве. Другое дело, что понятно, что это не всегда квалифицированные рабочие, не всегда квалифицированные работники. Иногда это все-таки миграционная волна, представляющая неквалифицированный труд, который востребован в нашей стране в достаточно серьезном количестве. Это действительно так. Если мы ведем речь о якобы большом количестве россиян, которые уезжают за лучшей жизнью из России куда-то, подчеркиваю, у меня нет таких данных, безусловно, кризис, который сейчас у нас есть, он несколько актуализирует эту проблему, и очевидно, что в 2016 году будет некоторый всплеск людей, которые покинули Россию в сравнении, например, с 2014 или 2013. Но, уверяю вас, эта цифра не представляет серьезной величины. То есть общая тенденция, которая сложилась в последние годы, а эта тенденция связана с тем, что количество возвращающихся в Россию из Европы больше количества уезжающих в Европу. Эта тенденция, она сохраняется. И она сохранится, очевидно, на протяжении достаточно длительного периода времени. Если же все-таки вернуться к вопросу о том, почему люди уезжают, тем не менее, да, конечно, ежегодно страну покидают тысячи людей. Это связано с целым комплексом причин. Одна из основных причин – это, безусловно, социально-экономическое положение. Человек стремится себя найти и адаптироваться в том обществе, где уровень жизни выше. В этом смысле, естественно, определенное перетекание в более богатые и успешные страны экономики, оно имеет место, вне всякого сомнения. Достаточно существенную часть мигрантов, выезжающих из России, составляют молодые люди, прежде всего студенты, которые отправляются на учебу за рубеж. Часть из них там и остается. Это естественный процесс, и более того, это процесс, который российское государство не просто поощряет, а поддерживает, поскольку существует правительственная программа, в рамках которой Российская Федерация спонсирует часть студентов, оплачивая студентам часть их обучения за рубежом, и таким образом привлекая максимальное количество россиян, российских студентов для обучения за рубежом. Это естественный процесс, он связан, в общем-то, с тем, что Россия встроилась в международную образовательную среду, и переход на двухуровневую модель, бакалавриат, магистратура открывает нашим студентам возможности обучения за рубежом. Вот, собственно говоря, это вторая составная часть. Безусловно, есть какой-то переток определенной части научных сотрудников, но я бы не считал это очень масштабным явлением, потому что тут процесс, он абсолютно гармоничен, скорее, большая часть ученых возвращается в страну, чем покидает ее. Ну вот, в общем-то, наверное, и все. Безусловно, существует несколько десятков человек, не согласных с той политической системой, которая существует в России, и которые нашли убежище либо в странах Балтии, либо в Европе, либо на Украине. Но ведь существует и обратный процесс. Например, господин Сноуден, это тоже политический мигрант, нашедший убежище в России. То есть я не вижу здесь существенных трендов и существенной проблемы. Самый большой поток мигрантов, выезжающих из России, это, с моей точки зрения, люди, имеющие либо получающие образование за рубежом, либо стремящиеся адаптироваться в условиях более успешной экономики. Но, подчеркиваю, вторая ситуация, она не является масштабной. Весь масштаб закончился в 90-х, потому что все те люди, кто не смог себя найти в 90-е в постсоветской России, они выехали за рубеж, многие из них вернулись. В настоящий момент такие процессы являются, в общем-то, единичными. Все.